здравствуйте дорогие мои друзья сегодня хотел такую коротенькую беседу о реинкарнации тема которая всех волнует но и который я уже давно занимаюсь различные практики применяю перепросмотр регрессивный гипноз еще различные энергетические методики для ну так сказать раскрытия вот этой внутренней памяти для считывания так сказать с кристалла души вот этой информации о прошлых воплощениях и сегодня так знаете хотелось забавный вчера у меня разговор произошел с одной с одной женщиной которая у которой вот эта память ну начинает просыпаться начинает просыпаться и это иногда это забавно иногда это травматично иногда ну интересно интересно за этим наблюдать что вот эти воспоминания как они начинаешь ну на себя это перекладывать вспоминать как как у меня это было это тоже целый такой коктейль эмоций неприятие думаешь но не может быть этого но не может как когда что-то неприятно или наоборот думаешь вот это да вот это дело что мир гораздо более сложный чем ну чем это кажется нам вот живя вот в этой в этой клетке в этом нашем ну не слишком благостном мире ну и не самым не самом плохом поверьте не самым плохом так что так сказать серединный мир он действительно серединный здесь и плохого и хорошего намешано знаете такой вот тест но не тест а знаете вот такое мое наблюдение к примеру эти люди к примеру которые воплощаются из нижних миров в наш мир они оптимистичны они все время как как бы восторжены потому что внутренне все равно внутренне вот это вот память не слишком хороших нижних мирах и им кажется здесь все хорошо что здесь прямо ну здорово они такие вот все время чтобы не произошло они оптимистичны а люди наоборот но не люди а существа которые попадают сюда из более благостных миров наоборот они все время вот в таком находится частенько пессимизме то есть пессимисты это люди существа с высших миров оптимисты это наоборот но это не характеризует никого не как хорошо никак не не ничего там плохого нельзя сказать ни о тех они этих в этот обычно обыкновенный такой вот протез процесс как бы так сказать канцелярским языком ротации поэтому ну ничего в этом нету не значит что ох там кто-то из высших миров кто-то из низших сразу мы начинаем делить эти значит плохие и хорошие с абсолютно не так просто забавно и действительно вот это вот так сказать просто его тест такой работает не знаете вот частенько почему бывает знаете очень горько прямо неистово рыдают младенцы встречались вы с этим когда младенец просто вопит ну вроде прямого а вот этого прямо лицо красное и и вроде все там суетятся и баю баюшки там и водички там животик погладят и погремушечками трясут там младенец просто вопит а вот это вот прямо открытый рот глаза слезы наверняка вну все мы люди взрослые встречались вот с такой ситуации что вот ничем не успокоишь просто ничем конечно можно это свалить на физиологический там газики там еще что-то настроение плохого особенно ночью это когда знаете энергетика бывает пробирает вот ночью младенцы любят вот такая вот такая такой вот ничем не мотивированная истерика я такое объяснение вот вчера в разговоре значит вот с этой женщиной говорит то она вспоминает и как она попала в этот мир и ощущала еще себя взрослым существом взрослым человеком прошедшим длинный путь и попасть в ну в наш мир еще виде вот этого беспомощного существа и осознание того что впереди вот этот долгий путь взросления становления и опять все вот это по новой вот эти вот вот это ты 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 вот эти все все этапы проходить и это конечно думаешь ну что ж это такое и вот это а вот этой вот на эти детская клетка как как это и вот этот вот отчаянный крик во вселенную во вселенную как даже это закончится вот это вот это перри схема перевоплощений ну особенно на эти для таких старых взрослых душ это это действительно так тяжело ну естественно надо тут чё говорить кто в этом сами в этом виноват не у не можете унести собой из этого мира осознание уйти в полном осознании к чему стремятся мистики чтобы сохранять этот опыт они постоянно вот это вот по синусоиде все время возвращаться дойти до пика своего и опять упасть и опять вот эти вот свои свои же знания собирать по крупицам имеет смысл в божественной игре вот эти вот эти вещи конечно имеют смысл но для каждого существа конечно это тяжело на эти вот вроде дошел и все начинай сначала как говорится на дворе мочала начинай сначала где-то бывает вот бывает конечно есть физиологический но бывает поэтому вот многие младенцы потому что ну когда перевоплощаешься еще вот эта память остается потом она уже затирается затирается вот этим миром вот этой энергетикой вот и ему уже потом в осознанном возрасте должны должны вот по крупицам восстанавливать это так что дорогие мои занимайтесь тренируйтесь чтобы эту жизнь прожить так сказать насыщенно не просто вот так просуществовать а именно поднять свое осознание и даже уходя из этого мира если не удастся вам достичь как сказать полного освобождения но по возможности уйти в полном осознании в полном осознании потому что так или иначе все равно это придется сделать потому что к этому идут любое живое существо даже может быть не очень высоко организованной но надо стремиться к прогрессу к прогрессу и к знаниям все дорогие мои пока такая вот короткая зарисовка